Аппаратное совещание объяснил сам губернатор. Такого большого количества рабочих мест от реализации проектов у нас тоже не было. Так случилось, что подписание соглашения совпало с двухдневным визитом председателя КНР Си Цзяньпина в Россию. Это хороший знак, показывающий, что Ульяновская область следует федеральным тенденциям. В социально-экономическом развитии региона уделяется самое пристальное внимание. Помочь ему должны ряд кадровых и структурных изменений в исполнительной власти. С 25 июля в правительстве будет создаваться Министерство молодежного развития. Соответствующий указ подписал глава области. Возглавит новое ведомство, как было уже анонсировано ранее, начальник Департамента дополнительного образования, воспитания и семьи Оксана Солнцева. Еще одним новым учреждением станет Министерство промышленности и предпринимательства. Им предложено руководить Руслан Ганединов, до сегодняшнего дня возглавлявшему Корпорацию по развитию предпринимательства. В Министерстве развития конкуренции сменился начальник. Вместо Алмаза Хакимова ведомство возглавит его зам. Рустем Давлядшин потерял свой пост и министр спорта и физической культуры Сергей Кузьмин. Но чиновник не уйдет из правительства, а наоборот, отправится на повышение. Буквально в ближайшее время будет введена должность заместителя председателя правительства Ульяновской области, который будет курировать молодежную политику, который будет курировать здоровый образ жизни, активную, вовлеченностью в активный образ жизни людей, который будет курировать Министерство спорта и физической культуры, который будет курировать агентство по развитию туризма, то есть по привлекательности, потому что пришло время быть не только здоровым, но и отдыхать в Ульяновской области. И на должность заместительного председателя правительства будет рекомендован Кузьмин Сергей Сергеевич. Бюджетные итоги первого квартала года подвела министр финансов Екатерина Буцкая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления в блазную казну растут быстрее. По-прежнему наибольшие поступления обеспечивают акцизы. Их поступление составило 7,596,5 миллиона. Плановые назначения перевыполнены на 4,5 процента или на 329,3 миллиона рублей. Еще один отрадный факт. Продолжает оставаться на низком уровне зарегистрированная безработица в регионе. На сегодняшний день численность безработных составляет 3400 человек. В то время как в банке вакансий имеется 9400 вакансий. Всего с начала года было создано 11400 новых рабочих мест. И это 102 процента от выполнения плана. Теперь к новостям менее приятно. Губернатор объяснил, почему аппаратное совещание пришлось завершить раньше намеченного графика. Причиной стало, увы, нерадостное событие. В конце прошлой недели в области произошло два опиющих случая. Виной обоих стал алкоголь. Мамаша, имеющая на руках двух четырехмесячных детей, двух близнецов, прошу прощения, набилась до такой степени, что перестала соответствовать облику человека. В результате, сейчас возбуждено уголовное дело, один ребенок оказался на улице. А мамаша находилась в это время на третьем этаже. Так получилось, что ребенок выпал. Этот чудовищный случай произошел в Димитровграде. А в Майнском районе по вине зеленого змея не обошлось без человеческих жертв. Хозяин машины, он бывший военный, допился до такой степени, что его просто в качестве мешка в багажник положили, а за руль сел еще более пьяный, который ни разу за рулью не сидел. Результат поездки непонятно куда, ну, наверное, за очередной порцией алкоголя. Пять трупов. Глава области отправился в детскую областную больницу, где в настоящее время находится выпавший из окна ребенок. Одновременно с этим губернатор обсудил вопросы борьбы с алкоголизацией населения. Егор Титов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.